Во-первых, понять себе это радостно или печально. Мне печально. Как взрослому человеку, мне печально. Что с этим сделать? Во-первых, к этому сформулировать истинное отношение, правильное отношение. Что касается культур, но это моя очень такая субъективная точка зрения, культуре помогать не надо, ей не надо мешать. Если культура – это субстанция, которая живет сама по себе, это не она для нас, мы ее пользуемся. Культура как состояние мыслей, действий, отношения ко всему – это мы, ее винтики. Это плохо, это очень несовременно. Вот я так сформулирую. Боже мой, слушайте, да подождите, что это решает? Уволил артиста, не читай Достоевского. Особенно сейчас не читай, да? Я здесь не читаю, а вот здесь я два раза кликнул и читаю, если я хочу. Это, знаете, что сказать, что это неблагородно, что это некультурно, на уровне просто понимания, сознания. Но тогда это свидетельство того, что это, что опять, ну, обычно же делают круг, там история, но на другом виток, но на другом уровне. Это что опять и уже ниже? Ну, давайте теперь книжки поджигаем все. В этой истории уже было, в нашей общей истории это уже было. И что? Мы пока живы. А потом есть еще одна вещь. То, что запрещают, всегда интереснее. Особенно сейчас, при условном открытости мира. Ты захочешь, ты будешь и никого не спросишь. Отключат один канал коммуникации, есть 100 технических возможностей. Может быть, это своего рода, это я уже так подшучиваю, простите, может, это своего рода просто трансформация того, как должна жить коммуникация между людьми. И что вообще такое культура, и для чего она нужна? Надо об этом задуматься. Вот тогда, когда запрещают, тогда этого всегда больше всего хочется. Ну вот, кто это понимает, тот не запрещает. Ты вместо того, чтобы запретить, ты предложишь что-нибудь из того, что ярче, чтобы человек сам сказал, я это не хочу. Я люблю Чехова. Вот я Чехова люблю. Для меня Достоевский тяжеловат, потому что я в эту атмосферу погружаюсь. Ну вот так я устроен. И мне тяжело. А я хочу легкости. Я Салтыкова-Щедрина, я Изощенко почитаю. Я ищу позитивное ощущение мира, отношения с миром. Так мне запрещай или не запрещай? Я хочу или не хочу? А сегодня я могу, вне зависимости от того, что мне. Что касается увольняет русских артистов, но это уже другая история. Я в таком случае говорю, хороший артист никогда не пропадет, талантливейший, потому что он просто поменяет место работы. Другое дело, что у них семьи, им самим кушать хочется. Я вот так, мне жалко. А опять же, те, кто был сегодня пострадавшим, завтра станут героями. А время такое быстротечное, не успеешь углянуться. А тех, кто это делал увольнял, их и не вспомнят. Они ведь надеялись на то, что они правы. Скажет, а была какая-то масса серая, которая так глупо к этому отнеслась? Это моя точка зрения современного, как мне кажется, человека с небогатым, но все-таки ярким жизненным опытом. Я один из тех оставшихся в живых, кто со самого первого Славянского базара и определял принцип, как ведущий, вот самый первый ведущий, я это декларировал. Это как Олимпийские игры, до какого-то времени, смысл которых остановились войны, люди посостязались, победили, проиграли, посостязались, взяли оружие и пошли дальше. Вот что такое, поскольку это были 90-е, самое начало, тяжелое начало всего, чему мы сегодня свидетели, и конец того, что было в основе нашей жизни, как страна и принципы. Именно поэтому, как только славянский базар, кто-то его вздумает объявить как частью политики в прямом виде, у меня есть право. Я сразу уйду на пенсию, я уже ее заработал. А когда ты приходишь туда, и вот как к маме или бабушке в гости приезжаешь, где все хорошо, и все ветра, все перипетии, все тревоги, они остаются где-то далеко-далеко от тебя, а тебе здесь просто хорошо. Особенно у бабушки. Блинчики, молочко, птички поют, курочки по двору ходят, петухи поют. Вот и вся суета. А ты ощущаешь себя частью природы, частью мира, и в гармонии с ним находишься. Для меня Беларусь – это моя родная страна, потому что уже 30 лет точно я каждый год приезжаю на славянский базар. Я ведущий, постоянный, мне нравится этот титул. Бессменный ведущий, постоянный ведущий международного фестиваля искусств славянский базар в Витебске. Для меня за эти 30 лет – это уже полтора поколения. Что для меня это? Это страна, где я настраиваюсь на привычные для меня и комфортные для меня образ жизни, мысли, алгоритма действий. Я смотрю, как жизнь проходит. Мне жизнь в Белоруссии комфортнее по ощущению жизни. Даже комфортнее, чем в Москве, в этом мегаполисе. Потому что здесь все размереннее. Я всегда гордился, даже до известных событий, я всегда гордился, всем всегда говорил. Вот в моей Беларуси люди не делают, а потом думают, а думают, думают и потом решают, правильно это или нет. Я вот это в себе ношу. Потому что из глубокого детства этот характер белорусский, он живет во мне. У меня отчим был белорус из-под Гомеля. Поэтому во мне это живет, как часть культуры. Для меня Беларусь – это моя родная страна. И слава богу, что не надо кавычить, потому что это союзное государство. Потому что я здесь ощущаю себя как дома. И даже спокойнее, чем в Москве, нету, не то что суеты, лишней суеты нету. А уж теперь признаюсь, в моем возрасте с бэкграундом жизни, мне это комфортнее. И мне это дороже, чем, к примеру, московская суета. Да, ты в этом живешь, адаптировался, тебе кажется интересно, тебя это будоражит, мотивирует. Да, последние 35 лет, с 91-го года я в Москве живу, мне это нравится. Там работа, там бессменное количество проектов каких-то. Один заканчивается, другой начинается. Но это вот те, с кем я сейчас жду встречи, им это нужно. Это мотиватор к действию. А моему поколению уже охота не махать крылами, вот так набирая высоту. А уже на высоте, которая тебя жизнь определила, как вот этот кондор. Помните полет кондора, эту мелодию? Медленно, медленно. Потому что на такой высоте, и когда ты не дергаешься, каждая мышка видна там, внизу. То есть каждый нюанс жизни, он приближен к тебе. Ты его не пропустишь, не потеряешь. Я дружу с коллегами из Первого канала Белоруссии. Практически праздники, события. Я там в Москве. Всегда ко мне приезжают, и я делюсь своими впечатлениями. Я люблю коллег из белорусского телевидения. Они настоящие. Они в себе сохранили то, что дорого мне еще. Уже по моему жизненному опыту. Я тот человек, который, этим можно гордиться, но это и не бравада. Я человек, который пронес принципы профессии и самую профессию в чистом виде. Таких, по-моему, уже не осталось. Все, между прочим, к этой профессии ведущего, телеведущего, они приходят тогда, когда свободны от основной работы. Приходят как хобби. А я знаю, что это моя жизнь. Я другого не умею. Попробовать могу, но мой принцип жизни, он подтверждается в этом. Ты должен делать то, что ты делаешь лучше, а не что тебе хочется. Хочется человеку, если в него... Бог... Знаете, это покой, не дающее состояние бурления творчества, извините за выражение, художническое состояние. Когда тебе хочется все, ты просто попробовать, лучше, хуже ты попробовать. Это тоже справедливо, конечно. Но когда ты поймешь, что ты умеешь делать, какая твоя миссия в этой жизни, ну, кроме прочего, то ты занимаешься только этим. Я в Белоруссии принципы работы, форма работы и содержание, оно мне очень близко. И оно мне понятно. Сказать почему? А потому что вот это та самая советская система, которую не назначали, а которая выкристаллизовывалась десятилетиями. Это, знаете, как точилась верхушка пирамиды. Я от основания до верхушки пирамиды, я дополз по-пластунски, неся за собой камешек и складывая его впереди себя, чтобы сделать ступеньку. А не так. Сейчас новое время, новая жизнь, 21 век. Все, что было, этого нет. Мы давайте революционным способом разрушим до основания. А на этих осколках мы построим... Вот мы-то знаем, что нужно и как нужно. Абсурд это все. И я в этом лично, лично, лично на протяжении лет и событий убеждался. Здесь я их уважаю за то, что они сочетают в себе классический взгляд на вещи. А это как классическая музыка. Это определяет в вечности успех. Но в то же время они не журналисты, которые работают по принципам журналистики, ну, скажем, там, в Северной Корее, где вот так ты в калстуке, вот так ты говоришь. В интернете есть как работают. Нет, сочетание одного с другим принципов, на которые, фундамент, на котором ты можешь строить любое здание из калиброванного бруса или стекла и бетона. Если фундамент крепкий, здание будет держаться. Если нет, ты можешь настроить небоскребов. Арабский Эмират позавидует. А ветер дунет, и все осыплется. Те, кто чему-нибудь, это моя точка зрения, когда-нибудь учился и чему-нибудь научился, он учится всегда. И она в мастер-класс приехала не учить, а учиться. Знаете, почему? А потому что мое поколение, а я представляю поколение зрелой молодости, оно училось одной жизни, а живет в другой жизни. А где же и как я смогу, может быть, это мне свое поколение, научиться смотреть на мир сегодня глазами тех, за кем будущее. Мне же интересно, мне просто неохота выпасть из-за боймы человеческой и сказать, а он, ай, нафталин. Так складываются, к сожалению, сегодня в нашем европейском сообществе. В азиатском по-другому. Там, чем старше ты, или на Кавказе по паху надел, и все перед тобой уже слушают тебя, даже если им это не интересно. А в жизни, в которую мы пришли, первая часть постулата «Молода, везде у нас дорога», она, ну, вроде как, осуществима, а вторая «Старикам везде у нас почет» – это, знаете, уже фраза, которую подзабыли, а только одно рядом с другим имеет какой-то смысл. Вот, поэтому мне всегда интересно с теми, за кем будущее, с теми, кто идет вслед за нами, с теми, кто когда-то был нашими детьми, а теперь уже, может быть, и внуки. Чтобы посмотреть, ты еще интересен со своим взглядом на жизнь. Если в зале будет не меньше, чем сейчас здесь, я уже понимаю, что несколько человек помнят меня, и им интересно то, что я думаю о жизни. А мне в их вопросах интересно, что им интересно – узнать у представителей старшего поколения своих, условно говоря, мам, пап, бабушек и дедушек. На этом наш ансамбль прощается с вами. Всего вам доброго!